Турецкий язык, страдательный залог, возвратный залог, сравнение В сегодняшнем уроке мы сравним страдательные и возвратные залоги в турецком языке. На самом деле в логике этих залогов проблемы нет, все достаточно понятно. Но трудности возникают потому, что аффиксы этих залогов абсолютно одинаковые. Различие только в том, как они присоединяются, и эта похожесть аффиксов запутывает мозг изучающим турецкий язык. Мы сравним эти два залога, чтобы было все наглядно и понятно. Для начала рассмотрим логические схемы. В страдательном залоге у нас есть субъект, который совершает действие, и действие оказывает свое влияние на объект. В предложении речь идет об объекте и о действии, которое на него оказано. Чаще всего в предложении с глаголом в страдательном залоге не называется субъект, хотя есть предложение, где мы можем сказать, объект находится под влиянием действия, совершенного со стороны субъекта. Если же посмотрим на схему возвратного залога, то увидим, что действие совершает объект, и влияние такого действия испытывает сам на себе. И в предложении мы всегда охватываем и объект, и действие. Для того, чтобы легче запомнить, в страдательном залоге субъект совершает действие и приносит страдание объекту. Объект находится под влиянием действия. А в возвратном залоге объект сам действует, и влияние действия возвращается к нему же. В возвратном залоге объект должен быть воодушевленным предметом, так как он должен уметь сам совершать действие. Посмотрим на примере. Здесь, как мы видим, у нас есть объект, это одежда, эльбиселер, и есть действие, и канды, помыто или постирано. В этом предложении речь идет об объекте и о действии, оказанном на нем. Эльбиселер, и канды. И мы понимаем, что эта одежда у нас была помыта кем-то или чем-то. То есть, есть еще субъект, о котором речь не идет в предложении. Субъектом может быть стиральная машинка, которая постирала нашу одежду, или можно помыть одежду руками. Человек может помыть руками эту одежду. Можно в это предложение добавить речь о субъекте. В уроке про страдательный залог мы говорили, что можно при помощи слова тарафендан со стороны добавить. Например, эльбиселер, чамашир макинас тарафендан, и канды. Были вымыты со стороны стиральной машинки. Но обычно, когда неодушевленный предмет выполнял действие, это такие предметы, которые могут тоже выполнять действие, как стиральная машинка, как компьютер. Я уже в этом упоминал. То здесь говорится лучше, чем были постираны. То есть, правильнее сказать было бы эльбиселер, чамашир макинасы и ла яканды. Также можно сказать эльбиселер элле яканды. Было помыто или постирано руками. И теперь посмотрим, например, в возвратном залоге. Мики собах соук суила яканды. Мики помылся утром холодной водой. У нас есть Мики, это объект, и есть действие. Яканды помылся. И как мы видим, у нас Мики совершает действие. То есть, объект совершает действие. Он моется. И это действие оказывается на нем. Именно действие моения происходит на нем. Мики собах соук суила яканды. Здесь нет никакого третьего объекта, то есть, субъекта, который выполняет действие. И объект у нас воодушевленный предмет. То есть, это у нас, ну, в данном случае, герой мультфильма. Теперь посмотрим, так как аффиксы у нас в страдательном и возвратном залоге одинаковые, но есть разница в том, как мы их присоединяем. Теперь сравним, как они присоединяются. Есть такое правило. Первое. Для страдательного залога. Если корень глагола заканчивается на согласную букву, то аффикс страдательного залога имеет форму ИЛЬ, ИЛЬ, УЛЬ или ИНЬ, ИНЬ, УНЬ и ИНЬ. То есть, в страдательном залоге у нас всегда идет аффикс ИЛЬ, ИЛЬ, УЛЬ, УЛЬ, а в возвратном залоге у нас может быть ИЛЬ, 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 УЛЬ или ИНЬ, ИНЬ, УНЬ и ИНЬ. Теперь для возвратного залога. Смотрите, у нас аффикс ИЛЬ, ИЛЬ, УЛЬ и ИЛЬ соединяется после всех согласных, кроме буквы ЛЕ. То есть, если слово не заканчивается на ЛЕ, то у нас может быть аффикс через ИЛЬ, ИЛЬ, УЛЬ и ИЛЬ. И в данном случае глаголы и в страдательном залоге и в возвратном залоге будут одинаковыми, но будут иметь разные значения. Например, глаголы «Я зыл маг», «быть написанным», например, книга была написана каким-то автором, а в возвратном залоге «Я зыл маг» – это значит «записаться», записаться, например, на курс. То есть, объект должен выполнить действие и получить влияние на себя же, он должен записаться. А там у нас «Я зыл маг», «быть написанным», то есть какой-то предмет может быть написанным субъектом, третьей стороной. Или глагол «Атыл маг», «быть выброшенным», то есть взяли какой-то предмет, выбросили, есть субъект, который сделал действие, и действие оказано влияние на объект, выброшено. «Атыл маг», «быть выброшенным», а в возвратном залоге глагол «Атыл маг» – это значит «бросаться», бросаться на что-то или ввязываться в что-то. То есть, объект сам выполняет это действие, и оно происходит с ним же. И в данном случае у нас присоединение аффикса одинаково, и глаголы и в страдательном, и в возвратном залоге будут одинаково написаны, но иметь разное значение. И теперь есть еще второй вариант для возвратного залога, что в некоторых ситуациях после согласных бывает присоединение аффикса «ын», «ин», «ун» и «юн». И вот здесь в страдательном залоге у нас действует одно правило, то есть мы присоединяем «ыл», «иль», «ул» и «юль», и поэтому у нас будут глаголы различаться по написанию. Например, глагол «тутлмак» – быть задержанным или придержанным. Слово «тутлмак» – держать, «тутлмак» – быть удержанным, например. И глагол «тутлмак» – это значит «ухватиться за что-то», «удержаться за что-то», «схватиться, удержаться». То есть, объект сам делает это действие, и он сам себя держит. А в первом случае «тутлмак» – это когда мы что-то удержали, какой-то объект удержали. Или, например, глагол «гёрмек» у нас «видеть». «Гёрюльмек» – это значит «быть увиденным». А в возвратном залоге «гёрюльмек» – это значит «показаться». Не быть увиденным, а самому показаться. То есть объект сам себя показывает. Здесь мы видим, что в страдательном возвратном залоге у нас глаголы по написанию будут отличаться. Теперь есть второе правило присоединения аффиксов. Для страдательного залога. Если корень глагола заканчивается на букву «ле», то аффикс страдательного залога имеет форму «ын», «ин», «ун» и «юн». И, в принципе, точно такое же правило действует и для возвратного залога. Если корень глагола заканчивается на букву «ле», то аффикс страдательного залога тоже имеет форму «ын», «ин», «ун» и «юн». Посмотрим глаголы «буллмак» – это значит «быть найденным». Глагол булмак находить. Булунмак что-то нашлось. Мы что-то нашли. Коробка нашлась. Карандаш нашелся. И глагол булунмак в возвратном залоге переводится как находиться где-то. Я нахожусь в Турции. Я нахожусь в Украине. Булунмак находиться. Или глагол геймек. Глагол геймек одевать. И в страдательном залоге геймек быть одетым. Например, ребенок был одет. Или кто-то был одет кем-то. То есть, кто-то кого-то одевал. И речь идет о том, кого одели. А в возвратном залоге геймек будет переводиться как одеваться. Это когда мы сами делаем и действия, и одеваем сами себя. Геймек одеваться. Здесь мы видим, что глаголы у нас пишутся одинаково, но имеют разное значение. И третье, последнее правило присоединения аффиксов. Оно одинаково и для страдательного, и для возвратного залога. Если корень глагола заканчивается на гласную букву, то аффикс страдательного залога имеет форму НЕ. Просто буковка НЕ. Посмотрим глаголы. Иконмак, быть помытым. То есть, игрушка помыта, значит, кто-то ее помыл. И иконмак в возвратном залоге переводится как мыться. Когда мы просто моемся, делаем действие, и оно оказывает влияние на нас. Моемся. Иконмак. Или глагол в страдательном залоге. Сюсленмек. Быть украшенным или быть наряженным кем-то. И в возвратном залоге сюсленмек будет переводиться как украшаться или наряжаться, когда мы делаем действие сами. И здесь у нас получается, что глаголы и в страдательном, и в возвратном залоге одинаковые. Из всех правил у нас получается, что разница в глаголах страдательного и возвратного залога есть только в одном случае. В том случае, когда корень глагола заканчивается на согласную букву, и в возвратном залоге мы присоединяем аффикс ин, ин, ун и ин. Вот тогда у нас есть различия. А во всех остальных случаях глаголы в страдательном и возвратном залоге у нас пишутся одинаково. Теперь посмотрим несколько примеров, для того, чтобы еще раз укрепить то, что мы здесь наговорили. Например. Здесь у нас в страдательном залоге, так как мы понимаем, что он был найден кем-то, он не нашелся сам по себе, он был найден со стороны кого-то. У нас есть здесь хырсис, вор, это у нас объект, и есть действие. Булунду был найден. А сделано это действие кем-то третьей стороной. Возможно, полиция, возможно, еще кем-то. То есть это у нас в страдательном залоге. И посмотрим этот же глагол, но в возвратном залоге. На следующей неделе я буду находиться на встречах в Афинах. То есть кто будет действие делать? Действие будет делать я, вот объект воодушевленный. И это действие будет оказывать влияние на мне же. То есть я и буду находиться на этих встречах. Возьмем еще пример. В Кадыкёе, это такой район в Стамбуле, тротуары Калдырымлар Сюсленды были украшены карикатурами. В Кадыкёе тротуары были украшены карикатурами. У нас есть объект Калдырымлар, это тротуары. На них было действие совершено. Сюсленды, они были украшены. И понятно, что со стороны какого-то третьего субъекта. Поэтому здесь у нас страдательный залог. И этот же глагол в возвратном залоге. Мезунлар, мезуниет балосуна, гелин гиби сюслендилер. Мезунлар, выпускницы, сюслендилер. Нарядились на выпускной бал. Мезуниет балосуна, как то, как невесты. Гелин гиби. Мезунлар, мезуниет балосуна, гелин гиби сюслендилер. Здесь у нас объект, это мезунлар, выпускницы. Они у нас воодушевленные. Они совершают действие. Что они делают? Они наряжаются. Сюслендилер. Они нарядились, сделали действие, которое оказало влияние на них же. Они сами себя и одели, получается. Здесь у нас возвратный залог. И последний пример посмотрим. В вопросительной форме. Буараба энсон незаман яканды. Когда в последний раз эта машина была помыта. Буараба – это машина. Незаман. Когда энсон в последний раз. Вообще по-турецки, смотрите, сон – это последний раз. Но когда вот спрашивают последний раз, говорят с приставкой эн, которая переводится как самый последний раз. Но мы в русский язык не переводим. Вот в данном случае самый последний. Просто говорим последний раз. И в турецком языке без слова эн тоже нельзя сказать. Нельзя сказать. Буараба сон незаман яканды. Это будет неправильно. Нужно сказать Буараба энсон. Последний раз незаман яканды. Когда была помыта. Понятно, что машина может быть помыта кем-то. Или какой-то машиной стиральной. Специально для автомобилей. Но сама по себе помыться она не может. Поэтому у нас здесь страдательный залог. У нас есть араба – это объект. Есть действие яканды. И понятно, что оно сделано, совершено. Или будет совершено со стороны кого-то. И в возвратном залоге. Сен энсон незаман якандын. Ты когда в последний раз мылся. Сен ты. Когда незаман. Энсон у нас в последний раз. И мылся якандын. То есть здесь у нас есть объект ты. И мы спрашиваем, когда ты совершил это действие. То есть сам совершил его. Поэтому у нас в возвратном залоге. На этом урок закончен. Надеюсь, это как-то помогло прояснить вам разницу между страдательным и возвратным залогом. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Если вам понравился урок, ставьте лайки. Делитесь видео в соцсетях, для того, чтобы не только вы увидели, а и кто-то еще увидел эту информацию. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До новых встреч.